С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. У двух прибывших в Нарьенмар из Санкт-Петербурга пассажиров выявлен COVID-19. Имевших прямые контакты с заболевшими, нарьенмарцев отправили на двухнедельную самоизоляцию. Яхта «Петр Первый» и компания «Русарк», занимающаяся научными и туристическими экспедициями, прибыла в порт Нарьенмара, чтобы отправиться дальше на остров Новая Земля. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа сегодня в ходе рабочей поездки посетил комплексный центр социального обслуживания, где принял участие в традиционной акции «Помоги собраться в школу». Во сколько обойдется семейному бюджету собрать детей в школу в этом году? Также расскажем в одном из сюжетов этого выпуска. Еще двум нарьенмарцам за последние сутки поставили диагноз COVID-19. Они оба прилетели на одном рейсе из Санкт-Петербурга и находятся теперь на амбулаторном лечении. Увеличилось и количество человек, которые должны пройти двухнедельный курс самоизоляции. Это ближайшие контакты пассажиров. С учетом последних данных, поступивших из регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день с начала пандемии в округе зарегистрировано 299 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациенты с наиболее тяжелым течением болезни, таких семь человек, проходят лечение в стационаре. Это работники нефтяных компаний. Еще 36 находятся на амбулаторном лечении, из них также большинство вахтовики и только трое – жители Нарьенмара. На двухнедельной самоизоляции находится 527 человек, 21 из которых прибавился за последние сутки. На территории региона с начала пандемии проведено более 6 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Напомним, ограничительные меры по недопущению распространения COVID-19 на территории региона действуют до 30 августа. В частности, лицам, прибывающим в округ без соответствующей справки, об отсутствии болезни следует пройти двухнедельную самоизоляцию. В Минпросвещении заявили, что новый учебный год для российских школьников начнется 1 сентября в обычном режиме. Вопрос о дистанционном обучении пока не рассматривается. Однако Роспотребнадзор вводит целый ряд ограничений в учебный процесс, начиная с первосентябрьских линеек. Роспотребнадзор рекомендует проводить школьные линейки 1 сентября по классам или параллелям. Об этом говорится в документе об организации работы общеобразовательных организаций, подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения. В школах будет запрещено проведение межшкольных массовых мероприятий. Их можно организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты. Маски для родителей, им говорится в текстовом документе. Также российские школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. С 1 сентября в школах будет действовать специальный график учебы и посещения столовой для минимизации контактов между учениками. Роспотребнадзор и Министерство просвещения РФ рекомендуют для профилактики коронавирусной инфекции проводить факультативные занятия в школах во время каникул на выходных или в праздники. За каждым классом должен быть закреплен в новом учебном году отдельный кабинет, за исключением специализированных в актовом и спортивном зале школы, будут допускаться также по одному классу. А вот носить или не носить средства индивидуальной защиты, маски учителям будут определять сами регионы в зависимости от текущей эпид-ситуации в субъекте. Прошедшая накануне 17 августа очередная губернаторская планерка была построена по привычному сценарию. Но имелось и то, что можно отнести к числу задач, которые формируют программу действий не только на ближайшие дни, но и на долгосрочную перспективу. В частности, это необходимость налаживания более тесного взаимодействия с федеральным центром. Подробнее об этом Михаил Веселов. Все еженедельные планерки во всех организациях, учреждениях и на предприятиях схожи. И региональная администрация в данном случае не исключение. Сначала отчеты ответственных лиц по тем или иным направлениям деятельности. Затем подведение итогов того, как поработали на прошлой неделе. Ключевыми для каждого субъекта Российской Федерации при этом являются финансово-экономические показатели. Именно они определяют вектор движения. Для Ненецкого округа этот вектор пока остается неизменным, направленным на развитие. Доходы окружного бюджета составили 11 миллиардов 803 миллиона. За прошедшую неделю плановые доходы поступили в казну в размере 625 миллионов рублей. Расходы на сегодняшнее число составили 13 миллиардов 540 миллионов. И из них за прошедшую неделю расходы составили 781 миллион. Госдолг остался неизменным в таком же пределе 2,3 миллиарда рублей. Это важно. Региональный госдолг удается не увеличивать. Несмотря на падение мировых цен на нефть и общую рецессию экономики, связанную с коронавирусом. Как и дальше сохранить устойчивость в условиях окружающей Ненецкий округ нестабильность. Послушаем в связи с этим руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберта Чебдарова. Он с коллегами как раз сейчас занимается подготовкой соглашений с Министерством сельского хозяйства России, имеющих в числе прочих целей привлечение федерального финансирования для более эффективной реализации региональных программ. Подалось добиться того, что на 2021 год увеличили практически в 2,5 раза средства по компенсирующей субсидии, это в первую очередь молоко, сохранили на текущем уровне стимулирующую субсидию, ну и также примерно на текущем уровне сохранили финансирование на поддержку ферм и развитие сельской кооперации. Причем компенсирующую субсидию, по словам Альберта Чебдарова, федеральное профильное ведомство готово увеличить в 2,6 раза с 22 до почти 59 миллионов рублей. Тем самым округ и впредь сможет поддерживать своих сельхозтоваропроизводителей без увеличения затрат на это из региональной казны. Впрочем, тут уж как совместно решат исполнительные и законодательные власти. Возможно, они посчитают целесообразным повысить сумму субсидий на производство местного молока. И вот как раз после этого и прозвучала ключевая, пожалуй, фраза этой планерки. Установка, так сказать, не только на краткосрочную, но и более отдаленную перспективу. Обращаясь к своим заместителям, коллегам, глава региона Юрий Бездудный в настоятельной форме призывал их максимально активизировать работу, способствующую привлечению средств из федерального бюджета. Каждый обязан приложить всемирные усилия по своему направлению, задействуя деловые контакты с различными ведомствами, будь то Минсельхоз, Минздрав или Минэкономразвития России. Почему это необходимо делать? Ответ очевиден. Сегодня региональный бюджет испытывает не самые лучшие времена. Но это не значит, что мы должны будем, перестанем помогать нашим сельхозтоваропроизводителям или другим категориям. Мы хотим и будем сохранять помощь на том же уровне. Но для этого давайте возьмем из федерального бюджета больше, чем в этом году. Ненецкий автономный округ, в очередной раз напомним, не входит в число дотационных, а давно является донором казны государства российского, отдавая многократно больше, нежели возвращается сюда на реализацию наших социально направленных проектов. Михаил Веселов, Владислав Носкин, телеканал «Север». Яхтсмены из Санкт-Петербурга покоряют северные моря. Яхта «Петр» первой компании «Русарк», занимающейся научными и туристическими экспедициями, прибыла в порт Норьенмара, чтобы отправиться дальше на архипелаг «Новая земля». Но для них это не край света. В копилке моряков и Арктика, и Антарктика. Мы пообщались с молодыми мореплавателями и попытались выяснить, чем же их так манят полюса. Границы только в нашей голове. Вот уже более 10 лет это доказывает команда компании «Русарк». А все началось с мирового рекорда, который ребята поставили, совершив первый в истории мореплавания кругосветный переход вокруг Арктики за один сезон и без помощи ледокола. «Русарк» родился 15 ноября 2010 года, когда мы вернулись в Арктике героями-полярниками. Надо было что-то делать дальше. Если ты уже сделал такой сложный проект, ты уже не имеешь права заниматься чем-то другим. И мы продолжили организовывать экспедиции в Арктику, в Антарктику. Где-то в среднем мы в год 30 экспедиций делаем. Четыре месяца лодки работают в Арктике, потом спускаются вниз в южное полушарие, четыре месяца делают экспедиции в Антарктиде. В таком вот круге мы и живем. Я по восемь месяцев лишь в году нахожусь в море». С тех пор полярные льды, айсберги и холодные океаны стали для ребят их стихией, а яхта – вторым домом. Здесь свои порядки, свои традиции и совершенно другой взгляд на вещи. Но люди остаются собой даже в открытом океане. Хотя и очень сложно представить, что жизнь на корабле может почти полностью походить на знакомый всем быт. Кухня на корабле называется «Камбус», и она отличается от несколько привычной вам домашней кухни тем, что здесь все должно быть более-менее подвержено качке. То есть если плита, то она должна раскачиваться. Если это раковина, то нужно уметь добывать воду из всех условий. То есть есть забортная вода, есть дальная вода. Если это холодильник или морозилка, они должны быть просто закреплены намертво, чтобы ничего не улетело. Александр любит собирать команду за одним столом, чтобы провести мастер-класс по лепке пельменей или пирожков. Это сближает, да и результатом довольны по итогу все. В открытом море он готовит суши, спойманной рыбы и другие ресторанные блюда. Не чужды мореплавателям и праздники. Есть целый набор бокалов, чтобы праздновать какие-нибудь важные события, такие как дни рождения или юбилеи или всенародные праздники. На эти случаи предполагаете какое-то особенное меню? На эти у нас есть особое меню на многие праздники, даже включая Новый год. Даже рассматривая ситуации, что нужно готовить селедку под шубой где-то на другом конце мира. То есть всегда есть неприкосновенный запас каких-то продуктов, которые будут радовать экипаж. На Новый год ребята даже ставят елку. Точнее, подвешивают ее вверх ногами, так как обычно в это время находятся в Антарктиде. В общем, все как дома. И это неспроста. Ведь несмотря на общепринятое мнение, женщина на корабле – это к уюту. Так считает экипаж судна Петр Первый. Чуть больше года назад к ним присоединилась девушка. Сменить городскую квартиру на каюту успешный дизайнер по театральному гостюму Наталья решила не раздумывая. С тех пор побывала в разных уголках мира. Даже прошла пролив Дрейка – самое штромовое место на планете. Это доступно, но с правильным капитаном. То есть с правильным капитаном, с правильной командой. Это точно безопасно, это точно доступно и это точно надо пробовать делать. Потому что до того, как я сюда попала, я думала, что какие-то вещи, которые я в мире мечтала увидеть, я реально думала, что это невозможно. Пока я не познакомилась с Данилом, у которого границы расширены настолько, что я поняла, что возможно все. И не надо бояться мечтаний, надо делать, надо стремиться. И это здорово. Поддержали, казалось бы, отчаянное решение и близкие хрупкой девушки. Улыбаясь, она говорит нам, что если человек действительно всей душой чего-то хочет, его внутренний порыв не остановить ничем. Надо познавать планету, надо познавать мир, надо жить полной жизнью и вообще видеть, что происходит. Потому что в городах нам не видно, вообще не видно. А тут видно все. И видно и проблемы экологии, видно и про влияние человечества. А самое главное, что видно, что с этим можно делать и как это делать. Потому что из города этого не видно. То есть то, что мы видим через интернет и то, что нам пытаются как-то рассказать, это лишь чья-то интерпретация. Я вот хочу увидеть это своими глазами и подумать на эту тему. Сегодня экипаж отправился в научную экспедицию на новую землю. Это совместный проект с учеными из Ботанического института имени Комарова. Их цель – изучать мхи или шайники архипелага. Командор компании «Русарк» и капитан яхты Петр I Даниил Гаврилов старается таким образом помогать русской науке. А через год он хочет поставить новый мировой рекорд. Он отправится в одиночную биполярную экспедицию. В течение полугода Даниил будет один на один со стихией. Все это время его будет сопровождать поддержка берега. Это персональный круглосуточный береговой штаб, осуществляющий техническую, логистическую, метеорологическую и даже психологическую поддержку. Я планирую в июле следующего года стартовать из Петербурга. Сначала обойду вокруг Арктики. Где-то это два месяца должно меня занять. Потом за два месяца спущусь к мысу Горн. И там еще один сделаю кружок вокруг Антарктиды. И финиширую через шесть месяцев. Соответственно, где-то в феврале на мысе Горн. Яхта, на которой Даниил уйдет в кругосветку – «Арктик Фьюри». Океанская борзая, скорость которой свыше 30 морских узлов. А это более 55 км в час. А аналогов роботизации этой яхты в мире нет. Она самостоятельно найдет человека, оказавшегося за бортом. А в укреплении судна использованы материалы, которые применяют в космонавтике. Во время этой экспедиции Даниил планирует поставить сразу пять мировых рекордов. Жизнь моя испорчена с четырех лет морем. Как мне воспоминалось, я с 18-го стал капитаном. И с тех пор уже в этих командных должностях хожу. Другой жизни я не знаю. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа в ходе рабочей поездки в один из микрорайонов города Нарьинмара посетил комплексный центр социального обслуживания, где принял участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу», а затем встретился с директором центра Светланой Хатанзейской. Как отметила руководитель учреждения, ежегодно центром обслуживаются порядка полутора тысяч жителей региона, оказывается более 200 тысяч социальных услуг. Деятельность комплексного центра социального обслуживания населения осуществляется сразу по нескольким направлениям. Одно из самых важных – это поддержка граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Этим занимаются сотрудники отделения помощи на дому. В Нинецком центре также оказывают услуги населению в медицинской реабилитации. В среднем в год курс социальной медицинской реабилитации здесь проходит 200 человек пожилого возраста и инвалидов, а также 240 несовершеннолетних детей. Для этого в центре есть все необходимое специализированное оборудование, причем даже такое, которое используется только в санаториях на Большой Земле. Например, как недавно закупленный комплекс «Мультимаг», работающий на основе использования магнитных полей. Он пользуется большой популярностью среди посетителей в профилактических и лечебных целях. В отделении дневного пребывания и взрослые дети в течение 18 рабочих дней получают весь необходимый комплекс оздоровительных мероприятий, включающий лечебную гимнастику, кислородный коктейль, массаж, витаминотерапию, контрастные ванны, подводный душ-массаж, физиопроцедуры. Для них организовано горячее питание и занятия по интересам. Учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. До начала нового учебного года остается пара недель. А это значит, самое время приобрести все необходимое для школьников. По статистике, многие родители, да и ученики, что постарше, предпочитают закупаться в самый последний момент – за несколько дней до 1 сентября. И каждый раз это серьезный удар по семейному бюджету. В какую сумму в среднем обходятся сборы в школу, расскажет Александра Литкова. Школьная и спортивная форма, ранец, тетради, ручки и пеналы – это лишь малая часть того, что нужно приобрести. В местных магазинах в последний месяц лета – пик покупательского спроса. В среднем, чтобы собрать ребенка в школу, где-то нужно от 10 до 12 тысяч. Соответственно, девочку собрать дороже, чем мальчик. В сумму 10-12 тысяч входит школьная форма, спортивная, сменная обувь, но это без учета верхней одежды. У нас сегодня был покупатель, собирали мальчика-первоклассника, одели полностью. То есть у него было три рубашки, двое брюк, бабочка, обувь они ему взяли тоже. Ну вот вышло где-то в район 10 тысяч они его одели. То есть это получается на полный год собрали ребенка. У Светланы Митлиной в этом году два школьника, поэтому и расходы возросли. Говорит, собрать ребенка в школу стоит недешево, но на качестве экономить не стоит. Да и готовиться к школе нужно заранее. Стараемся заранее что-то прикупить к первому сентября. В основном это нарядные вещи, такие как для физкультуры. Ну а дальше все по мере необходимости. Второй школьник – это дочка, поэтому нарядов чуть больше, наверное, чем на мальчишек. Большой популярностью среди жителей региона в последние годы пользуются интернет-магазины. Хотя цены на одежду не сильно отличаются от тех, что в местных магазинах, да и качество такое же. А вот канцелярию можно приобрести по более низким ценам. Обычно заказываем, иногда покупаем вот в эрудите, но большую часть заказываем. Для начала тетрадки, канцелярию, портфель. В магазинах Нарьянмара средняя стоимость канцтоваров составит от трех до четырех тысяч рублей. Граждане берут вот сейчас к школе учебные товары, рабочие тетради, канцтовары. Канцтовары у нас недорогие. Для детей, литературу. Многодетные семьи уже на протяжении нескольких лет могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с подготовкой к школе. Для получения выплаты заявитель должен предоставить сведения о доходах за 12 месяцев и справку из школы. Заявления принимаются отделением социальной защиты населения до 1 декабря. Право на получение этой выплаты имеют многодетные семьи. Один из родителей, который проживает не менее пяти лет в Ниньцком автономном округе. И среднедушевой доход семьи не превышает двукратного размера. Выплату можно получить на компенсацию расходов на приобретение одежды, обуви, школьной и спортивной формы, канцелярских товаров, спортивного инвентаря. Перечень предметов, которые подлежат компенсации, определен постановлением администрации. Добавлю, выплату на подготовку детей к школе в прошлом году получили 824 семьи. Из окружного бюджета на эти цели направили почти 13,5 миллионов рублей. Ну а те, кто отправится в школу впервые, традиционно будут обеспечены всем необходимым. На 700 комплектов в подарок первокласснику в этом году выделено порядка 800 тысяч рублей. Из окружного бюджета. Александра Литкова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Продолжение следует...